Всем подписчикам привет! Сегодня поговорим немножечко о здоровье. Как раз идет сезон респираторных заболеваний, ВРЗ, гриппы и тем более сейчас еще и бич, так сказать, нашего времени COVID. В результате этих ВРЗ и вирусных заболеваний зачастую часто пропадает возможность или чувствительность к запахам и вкусам полностью может исчезать. Это является одним из признаков того же самого ковида, это пропадание запаха. Человек перестает чувствовать запахи. Может вообще не быть никаких остальных других признаков, кроме пропадания, исчезновения запаха и вкуса, то есть человек перестает ощущать. Для того, чтобы он восстановился, а восстанавливается он почти всегда, нужно использовать методы, чтобы быстрее восстановился. Так называемый ольфакторный тренинг. Что это такое? Мы все помним, у нас в подсознании остались все эти запахи и когда периодически вы начинаете вспоминать эти запахи, за счет чего нужно несколько раз в день просто применять вещи, которые обладали резким специфическим запахом. Это цитрусовый, допустим лимон, мы все помним запах с детства еще лимона, который можно употреблять в пищу и просто его периодически нужно нюхать, просто запах лимона вспоминать. Это апельсины тоже цитрусовые, помним мы все запах апельсина. Это кофе, только кофе, который натуральный кофе имеет свой специфический запах кофейный. Запах ванили, ванилин тоже доступен, можно тоже периодически в этой тренировке, вольффакторные, можно применять эти вещи. Также есть очень хороший метод использовать бальзам звездочка, вьетнамский бальзам звездочка, которым нужно смазывать рефлекторные зоны, то есть применять методы традиционной медицины или методы рефлексотерапии. Ножье, такой француз, был в начале века и разработал теорию рефлекторных зон, на которые воздействуют, расположенных в ушной раковине и воздействием на которых мы получаем ответ всего организма. По теории Ножье, этого француза, эта зона, отвечающая за запахи, находится у нас на козелке. Козелок уха, это вот такой выступ в начале ушной раковины. Вот этим бальзамом звездочка нужно просто смазывать палец и наносить его на этот самый козелок. Также есть на левое и правое ухо, есть способы воздействия на рефлекторные точки методом лазерного света, монохроматический свет, лазерное излучение небольшой мощности. Для этих целей можно использовать, я использую обычную указку, которая имеет мощность 5 милливатт. И этой указкой воздействует на точки, которые отвечают за обоняние и точки коры головного мозга. Основная точка воздействия это точка шинмэнь, кора головного мозга, которая находится на сгибе складка, складка у нас ладонна, ладонная. И у мизинца, как раз вот на этой зоне находится эта точка шинмэнь. Вот воздействует на эту точку шинмэнь, это точка коры головного мозга. Мы возбуждаем все рефлекторные пути и формирование новых шинмэнь. Вот она, точка коры. Вторая точка важная, находится на пересечении продолжения мизинца и безымянного пальца. Вот здесь вот, если мы найдем углубление пальца, можно воздействовать и пальцем на нее, то есть она более болезненная. И точно так же метод прогревания вот этой самой лазерной указкой. Все зоны, описанные у нас в литературе, джэньзун терапия, это китайская традиционная медицина, меридианная, можно воздействовать на меридианы, которые как раз отвечают за обоняние и вкус. И самое главное, что эти все вещи, они обратимы. То есть, сами нейроны или нервные клетки не поражаются при... Там есть вспомогательные клетки. Я дам ссылку в описании на статью в американском журнале научном, который объясняет, что там получается в описании самому. И основное, не паниковать. И так же можно промывать нос, обязательно. Можно водно-солевым раствором. Методы промывки тоже известны, и можно найти их в интернете. И постепенно и запах, и вкус у вас восстановятся. Поэтому меньше паники и больше тренировки. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.